МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости в студии Екатерина Сегида. И вот главные темы, о которых расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перерождение советской лечебницы в Кисловодске. Открыт для гостей новой санатории. Чем будут привлекать гостей? Последствия лени, чем обернулось нежелание женщины из солдата Александровского наводить порядок в доме. Точка притяжения в Георгиевске благоустраивает новую площадку. Какой она будет? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь подробнее об этих и других событиях. Губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить решение вопроса обеспечения водой жителей станицы Зольской Кировского округа. Как прозвучало на еженедельной планерке в правительстве региона, слабый напор воды связан с тем, что существующие скважины не справляются с нагрузкой. Владимиров поставил задачу создать новые скважины. Главам других территорий края поручено взять на контроль решение проблем с водоснабжением в своих округах. Я бы прошу, чтобы с МИН ЖКХ все главы отработали. И те объекты, которые сегодня так подгорают, как Зольская, многие Минераловодского городского округа объекты, чтобы они однозначно вошли в эту программу. Обсудили ход уборки на Створополе. Аграрии уже собрали первый миллион тонн зерна. Средняя урожайность по краю составила 34 центнира с гектара. Что уже больше показателей прошлого года. Идем дальше. Еще одной современной здравницей на Кавминводах стало больше. В Кисловодске открыли новый высокотехнологичный санаторий. В торжественной церемонии принял участие губернатор Владимир Владимиров. Как государственно-частное партнерство помогло в перерождении советской лечебницы, расскажет Кира Мартынова. Ура! Здравница уровня 5 звезд и церемония открытия премиум-класса. Дальше теплые искренние поздравления и, конечно, экскурсия. Санаторий рассчитан на 570 мест. Это больше 270 номеров от стандарта до апартаментов. Я когда покупаю, я покупаю уже услугу с лечением или без лечения? У нас есть услуга и с лечением, и проживание гостиничное без лечения. Не только изысканным дизайном и высоким уровнем сервиса здесь планируют покорять гостей. Запрос на уникальные направления лечения. Мы хотели и создали, мне кажется, все условия для комфортного и безупречного пребывания наших гостей в нашей здравнице. У нас есть общетерапевтическое направление, направление желудочно-кишечного тракта. И наша специфика – это будет сердечно-сосудистое направление. У нас на территории КМВ ни в одном санатории не реализована программа сердечного ритма. Единственное, это только больница на территории города Пятигорска. Санаторий создали на базе советской здравницы 1934 года постройки. В старом здании провели масштабные реставрационные работы. Кроме того, пристроили два новых современных корпуса. Объект вошел в число особо значимых инвестпроектов края. Кроме того, это успешный пример государственного частного партнерства. Я уверен, что такие объекты принесут здоровье нашей нации, они принесут инвесторам достойный успех и будут укреплять наше межгосударственное и межнациональное сотрудничество. А это, поверьте, это очень дорого стоит. Когда люди, иностранный бизнес верят стране и развиваются внутри этой страны. Кисловодский санаторий стал третьим на КМВ, куда вложился азербайджанский бизнес. Я надеюсь, что вот этот высокий уровень наших взаимоотношений, он будет продолжаться всегда. Сегодня хотелось бы поздравить Асабил Малима особо, что это большой успех. В общем, года непростое, откровенно, трудное время. За два с половиной года построить эти замечательные корпуса, это надо вложить не только свое умение, профессионализм и деньги, но и душу вкладывать для того, чтобы вот все это сделать сегодня в таком прекрасном, красивом, современном виде. Здравница даст региону больше 450 новых рабочих мест. Развиваясь город, в первую очередь, увеличивает благосостояние жителей. И вот такие инвесторы способствуют росту заработной платы за счет перегрева на рынке труда и способствует тому, что средняя заработная плата по городу поднимается. Поэтому мы всегда говорим об инвестициях, особенно от таких якорных, в санаторно-куротной отрасли. Задумались о санаторном отдыхе Кира Мартынова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Губернатор Владимир Владимиров подписал соглашение о развитии коммерческого лизинга сельхозтехники в регионе. Договор заключили на выставке Всероссийского дня поля. Глава Ставрополя отметил, доступность современной техники для наших сельхозпроизводителей – это залог развития АПК региона. Также подписали соглашение об открытии в Ставрополе филиала лизинговой компании. Это позволит увеличить количество приобретенной сельхозтехники и в целом ускорит техмодернизацию края, отметил Владимиров. Чем ближе филиал находится к людям, которые в потребности имеют этой техники, тем проще нам договариваться о том, чтобы квоту Ставропольского края даже увеличивать. Плюс то, что мы обсуждаем, это дополнительные сегодня способы и дополнительное плечо не только напрямую технику, технологии поддерживать. Для нас важнейший элемент – это технологии, связанные с импортозамещением. И теперь к происшествиям. В Ставрополе 27-летний водитель легковушки выехал со второстепенной дороги и не уступил «Газеле». В результате удара инициатор ДТП и его 61-летняя пассажирка в больнице. Водитель грузовика цел. Проводится проверка. О других ЧП в оперативной сводке. Лишения за неуплату в Ставрополе во время рейда инспекторы ГАИ и судебные приставы остановили мужчину. За ним числятся непогашенные штрафы и кредит на сумму около 40 тысяч рублей. Слоумышленнику грозят пеня на штраф, административный арест или обязательные работы. Решение по протоколу примет суд. До погашения задолженности нарушитель временно лишился машины. Уголовный подарок. В Кочубеевском округе в исправительную колонию мужчина принес пакет с продуктами одному из заключенных. При проверке, среди прочего, нашли три свертка с наркотиком. Курьер объяснил, что перед входом неизвестный отдал ему пакет и попросил передать. Доброжелателей, которые попытались скрасить будни заключенного, теперь ищут полицейские. Фатальная лень. В селе солдата Александровском женщина не хотела наводить порядок в доме. Сожителю так надоел бардак, что он от злости избил возлюбленную. Но переборщил. 48-летняя пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Как сообщили в краевом следкоме, мужчина под стражей и ждет решения суда. В Железноводский санаторий приехали дети из Белгородской области и Донецкой Народной Республики. Летний отдых для мальчиков и девочек из особо пострадавших от обстрелов районов организовало управление Росреестра по Северокавказскому федеральному округу. За 10 дней отдыхающие получат полноценное курортное лечение. Посетят минеральные ванны, кабинеты для физио- и гидропроцедур, пройдут курсы массажа и ингаляции. Также для детей организуют развлекательные, спортивные и образовательные мероприятия. Чтобы наши дети, которые приехали к нам сюда, увидели и поняли, что о них заботятся и хотят, чтобы их детство было, как и у всех других детей в нашей большой России, спокойное, веселое и радостное. Сначала СВО, коллективом управления Росреестра по Северокавказскому краю ППК рассказали, что было принято решение на постоянной основе оказывать содействие и бойцам, и жителям тех регионов, которые прифронтовые. На улицах Михайловска установят более 9 тысяч светодиодных светильников. Средства на установку выделили благодаря инвестпроекту. Также оборудуют шкафы, которые будут автоматически учитывать контроль электроэнергии. Завершить установку светильников планируют в ноябре. Другие новости края коротко в нашем обзоре. В поселке Цемлянском капитально отремонтировали участковую больницу. В медучреждении покрасили стены, заменили коммунальные системы, окна и двери. Обновили фасад. Сообщили в региональном Минздраве. Больница уже ведет прием пациентов. Пропускная способность медучреждения составляет 90 человек в смену. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Георгиевске завершается благоустройство общественной территории на улице Калинина. Там обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают скамейки, урны и уличное освещение. Сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». 14-й школе села Краснозоринского в этом году откроют точку роста. В образовательном центре дети будут профильно изучать биологию, информатику, физику и химию. Сообщили в региональном министерстве образования. Работы проведут по нацпроекту образования. Точка роста откроется в начале нового учебного года. Это все новости к этому часу. Еще больше их у нас на сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. И напоминаю, что мы ждем ваши вопросы на наш номер. А также рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на следу 26 июня. Главная и хорошая новость. У нас на Ставрополе перерыв от жары в комплекте с дождями. Красота. Итак, центральные территории края. Без осадков только в изобильном. Днем там плюс 24, а ветер 5 метров в секунду. В Ставрополе. Неминомыски и минеральных водах небольшие дожди. И ветер те же 5 метров в секунду. Днем в Ставрополе плюс 22, а Неминомыски 24 тепла. Световой день 15 часов 37 минут. И солнце будет не такое злое. Ультрафиолет низкий. Магнитное поле спокойное. На Кавминводах тоже прекрасная погода. И прохладно, и дожди. Всего плюс 17 в Кисловодске, 18 в Железноводске. И Сентуги и Пятигорск до 22 тепла днем. И курортный ветер до 5 метров в секунду. А на востоке и севере края без осадков. Просто область с прояснениями. Днем в Нефтекумске и Буреновске 27, ветер 5-6 метров в секунду. В Ипатрово и Дивном 26 тепла днем. Также область с прояснениями. Также без осадков. И ветер до 6 метров в секунду. А сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова